С оборудованием помощника, об этом мы тоже все хорошо помним. Я хотел сказать вот о чем. В церкви существует семь танцев. Ну, вы это хорошо знаете. Может быть, это нечто сколастичное, это действительно пришло с западной церкви, где-то, наверное, в XII-XIV столетии. И до начальника учения семи танцев был Герл Ломбардский. Ну, церковь это учение восприняла, приняла, и мы этому учению следуем. И когда я учился еще в семинарии, я вот как-то с недоумением относился. Почему таинство брака является таинством? Ну, в каждом таинстве, конечно, мы ищем какого-то освящения, прощения грехов, соединения со Христом, приобщения к Царству Божию. И какой таинство ни возьмем, действительно так оно и действительно есть. Что таинство крещения, что миропомазания, что заборования, там, что и хаистии, тем более. Мне казалось, что правильнее было бы не таинство брака, включить таинство, а монашество. Потому что как будто, когда человек принимает монашество, он действительно ищет и прощение грехов, и исправление жизни, и какой-то вот особой близости с Богом, и стремится обрести Царство Божие. И мне казалось, почему таинство брака? Потому что ведь в таинстве брака обычно что мы ищем? Вот ты людей спросишь, вот зачем вы хотите вот венчаться, что вы ждете от церкви, какого такого благословения? Ну, обычно говорят, ну, чтобы брак был крепким, счастливым, чтобы все у нас было благополучно. И вот я как-то к этому так и относился. Как будто брак это, ну, что-то такое, вот, чисто земное. В таинстве Божьем, там, сам Ростой, когда он не женится, и не посягает, живут как ангелы. Почему таинство брака является таинством тогда? Ну, конечно, об этом можно размышлять. И я напомню все-таки, что мы сегодня читали отрывок из послания к Ефисиным во время бракосочетания. И там апостол Павел говорит такие странные, удивительные слова. Он вправдивает отношения в браке мужа и жены как отношения Христа и Церкви. Вот как Христос любит свою Церковь, так мужья любите своих жен, там, и так далее. И апостол Павел говорит об этом, как о тайне великой, вот этой любви к Христа и Церкви. А брак – это некий образ вот этой вот любви Божественной, любви к Христа и Церкви. Ну, где мы действительно и Церковь называем, и брат называем малой Церковью. И получается таким образом, что мы в браке ищем не только земные плака. Конечно, вдвоем легче в жизни как-то прожить. Вы будете помогать друг другу в жизни. Я в этом не сомневаюсь. Я знаю, что вы оба воспитаны в христианских семьях. И я не сомневаюсь, что все у вас будет в вашей семье благополучно. И детей вы будете воспитывать в вере и благочестии, если сподобит Господь. Но вот действительно, вот в брак есть малая Церковь. И вот об этом мы всегда помним. И смысл Церкви в чем? То есть Церковь – это то общество, в котором Господь совершает наше спасение. И вот в браке мы тоже помогаем не только в житейских делах и работах друг другу. Мы помогаем друг другу, помогаем, укрепляем веру, благочестие. И помогаем друг другу обрести вот это вот спасение. И даже когда кто-то, может быть, вере ослабевает, то муж, как мы читаем, вот, пусть Павла Павла освещается верующей женой. А неверующая, если у кого жена освещается верующим мужем, и если у нас не хватает что-то в нашей вере, то всегда в семье, ну, как-то мы эту веру, ну, я надеюсь, утваиваем. Вот почему брак есть таинство. А, кстати, сказать, вот если говорить о подвиге, который, ну, мы берем на себя в браке, он в каком-то смысле сравним, а где-то бывает даже не выше, чем подвиг монашеский. Знаете, у преподобного Антония, я могу уже что-то путать, я, знаете, чего-то уже много начитался и наслышался, и бывает каша в голове, и путают события, имена, и... Ну, кажется, это все-таки у детей преподобного Антония. Как-то Антоний начал размышлять и просить у Бога, чтобы тот ему показал подвиг, который выше, чем подвиг его. Ну, он пребывал там в пустыне, в пасте, в молитве там, почти ничего не ел, только молился. И Господь его послал в деревню, вот, когда придешь в какой-то там дом, и вот там увидишь, что подвиг более высокий. Антоний приходит, и видишь, что сидят какие-то там... Маша. Среди весны давно стало в душе текло, Часто тебе звоню, очень скучаю. Советский каверный, так же поддержишь, трудный чай, дружба, рискотокот, Тонко кричает, Вот, а встал тот самый чай, Белоплотник ты и сияешь, И подоквали любовь, Пусть наш освещает. В следующих заднажды мы Чувства крепкого связали, Мы свою любовь нашли И не потеряли. В этой торжественной вине Счастья и любви желаю Ветру с Богом сохранить, И это гроши. Ветры размы, не знают, Вести по жизни шагать, То, что родная я хочу сказать. Вот, а встал тот самый чай, Белоплотник ты и сияешь, И подоквали любовь, Пусть ваш освещает. Встретившись однажды вы, Чувства крепкого связали, Мы свою любовь нашли И не потеряли. А встал тот самый чай, Белоплотник ты и сияешь, И подоквали любовь, Пусть ваш освещает. Встретившись однажды мы, Чуток крепковой слезами Мы свою любовь дошли И не потеряли Возвращаясь к лучам В белом платье ты сияешь И в глазах твоих любовь Будь ваша священная Встречащихся однажды мы Чуток крепковой слезами Мы свою любовь дошли И не потеряли Но вот лучший способ найти свою вторую половинку Это уповать на Бога И вот следующие гости хотят вам об этом рассказать ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры подогнали Симон. Вы желаете найти друга жизни на пути. Станьте Бога умолять, указания свыше дать. Он пошлет вам жениха, будет ваша жизнь тиха. Бессмертельных ран и вид, верьте в мощь святых молит. С каждой нужной к дворцу обращайтесь к отцу. С каждой нужной к дворцу обращайтесь к отцу. Значит, сейчас каждый муж завязывает свои животные. Можно, конечно, это закрываться. Дайте еще салфеток. Кому лучше не дать? Просто насыпала, а он сам рот тянет. Молодец. Не ищи его. Он переживает, он будет чистый. Мы посмотрим, все будет очень опытно. Если мужчина опытен, то он сможет... Он сам загадает, что делает, но только мужчины не подсказывают. Жениха у него все очень приставать. Жених ему, да, ловите? Ну, помоги, Олесь, поставить всех. Кажется, он напротив. Честно, честно. Все по-честному. Вот сюда. Ещё с Ларьем. Машу везём. Да, я умрую. Да, вот ты отрываешь жизнь. Не двигаться? Нет, у нас уже живет. Может, надо видеть. По году и времени на года Наживляются люди, чтобы как всегда Своим, что мы кроем Написано в море На лестнице, в море Скажем, да, как всегда В море шальной Расгоняя кресту У гора не спел, он Расгоняя сосну И в городе вдруг Золотая пора И все на лызь В снах, что осень перешла На землю Утром, в воду И в лепице захода Крепляются люди И в лепице мы как всегда Своей, чтобы устроим Написано в море Какие же добудет Сужен, да, там, сам И Машу вездаю упала На землю слеза И с днём на березу На днём у она И вся свереброва Нарядилась земля Все это чудесная милость два раза. Любую походу и беды на годах Любляют на юни, что мы навсегда Свои запустроим, как место нас умолит. На месте сагуне, все это просто. 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 Любляют на юни, что мы навсегда Свои запустроим, как место нас умолит. На месте сагуне, все это просто. На самом деле, здесь ченгельчане Это очень душевная молитва. Когда мы молились, пели, чувствуем, что все люди молятся и желают вам добра и любви. Чтобы вы всю жизнь прожили в сагуне и получили должное благословение. Соответственно, мы вам желаем счастье, чтобы вы были сильнейшие силы и любви. Чтобы из ваших сердец требуют, крепят вашу, и уходим в сегодняшний день на сегодняшнее отношение. Еще пускай ваша любовь дает счастье вам, не занимается, не занимается, не занимается. Девушки отдыхают, не занимается, не занимается, не занимается, не занимается. Девушки отдыхают, не занимается. Я не занимаюсь всем поздравлением. Все семьи не знали, но я очень хотел бы почитать эти слова. Ты сможешь объяснить, что есть любовь, чарующее, объемлющее чувство. Поэтами восклика вновь и вновь мы искренне любить это искусство. Любовь великая, огромная страна, где правит жертвенность искусственная, где гордо искоренили я, где и в вами мне будет скучно. Любовь не знает меры и цены и предъявляет право без сроков годности. И там, где Бог, есть основание семьи, сумеете преодолеть любые сложности. Любовь – безработность, молитва и прощение, забота, ласка, милость, сострадание. Любовь – это готовность и умение понять и выслушать, не требуя внимания. Любовь не ищет нижний идеал, но бескорыстно жертвует собой, и спорчести не строит педестал, не требует наград любой ценой. Любовь неограниченно гадает, преград не знает, терпит и молчит. Дарит надежду, верит, вдохновляет, поймет, поддержит, рано исцелит. А если в жизни страшно грозный вам вдруг заштормит, перевернет, накроет, спишет Христу. Начало у всех – начал. Лишь он поймет, простит и успокоит. Бог, есть любовь. И он нам показал примеры любви, не гаснущей вовеку. И то, что Бог навеки сочетал, того и одинозвучий в человеке. Еще от себя хотел проживать в свое время, когда я был в нашем месте, где дядя пожелал. Но главное – уметь в любви выступать друг другу. На самом деле, это сложно, но мне тоже такое же, как вам пожелание. Все плаканы, мальчиков. Спасибо, Господи. Раз, раз. Огромного счастья супругам, прекрасной и нежной любви. Ведь вы две половинки друг другу сегодня навек обрели наше поздравление и небольшая миниатюра. Возьми микрофон. . Цветы желея ворона на идее. Иди. . Композиция Композиция называется «Большая Добрый пастырь». Песня «Большая Добрый пастырь» 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 Услышал и на наши молитвы, конкретно для нас это был ответ. Боя свадьба. Поздравляем тебя. Теперь, ну, мы как-то ехали. От Игнатий Тихин еще вам поздравление. Он просил подарить вам верховник, но с одним условием. Верховник Нового Завета, с толками, тоже на фефилакт, ну, говорит, если у них есть, то не дари. Раз у нас есть, как я узнал, значит, не будут. Ну, Игнатий Тихинович. Дальше, на порядку тут. Ну, это если есть, то не дари. Ты знаешь, сначала есть пять тысяч. Нет, это есть, не сказали, подарите. Это поздравление от Романа с Надеждой из Германии. Дорогие Марки и Марии, от всей души мы поздравляем вас с вашим дворокосочетанием. И желаем вам счастья, любви, благополучия, здоровья и всего самого наилучшего. От Романа, Надьи, Рафаэля и Ля Зара. Ну, и там денег еще. Вот от Романа, на самом деле, было самое легкое, подарок передавать. Вот, теперь дальше. Зачем они это все передали? Я знаю. Это сестра моя, Настя. Передает вам, чтобы вам было под чем согреться вдвоем. Какое-то одеяло, что это там. Это ваша тетя Таня. Передает тоже что-то там. Ну, она там по WhatsApp вас поздравляла. Как пред. Наверное, как одеяло. Наверное. Так, что конкретно от нас хотелось пожелать? Ну, конечно, духовного всего там спасения, все это вам всего пожелали. Я в этом не мастер, чтобы сказать. Я скажу больше такого о земном. Ну, в общем, был я у тебя в прошлом году в твоей холостяцкой берлоге. Она классная холостяцкая берлога. Ну, что пожелать? Чтобы эта холостяцкая берлога в ближайший год-два превратилась в трехкомнатную квартиру. В нормальном районе. С хорошим видом на... Воробь. Воробь. Ну, и как бы вот это маленькое-маленькое-маленькое начало для этого, чтобы, да, от нашей семьи. Спасибо, Господи. За это полный трипорфел. Не, это, наверное, скорее на окошке. На одно даже. Ну, как бы то, почему... Так, вот еще секунду скажу. Дорогие жены и мужья, желаю вам хорошего здоровья. И чтоб никогда не была какая-то печаль. Живите здорово и не грустите. Поздравляем нас. Счастье и любви, надолгое лето. Последний наш брат, который обрет вторую половину. Мы тебя поздравляем всей семьей. Дима учил слова и забыл. Поэтому у нас... Да, переволновался. Поэтому теперь Гриша споет. Хорошую-хорошую песенку. Гриша споет. Гриша споет. Гриша споет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Для меня Россия, белые березы, Для меня Россия, утренние розы, Для меня Россия, ты всего дороже, Да чего на маму ты мою похожа? Солнце светит, ветры дуют, Мир и юзер над Россией. В небе радуга цветная, Нет земли красивей. Ты, моя Россия, сердечком согреешь, Ты, моя Россия, песни петь умеешь, Ты, моя Россия, небо дружно с нами, Ветра синяя наша, это я с друзьями. Солнце светит, ветры дуют, Мир и юзер над Россией. В небе радуга цветная, Нет земли красивей. Мир и юзер над left of the stars. Спасибо Алина Георгимов. Спасибо Вас Господи. Сегодня Вас все многое что сказали в церкви. Это любите друг друга и уступайте друг к другу. Это тебе на второе... Нет, это на двее будет. А в зами нету. Субтитры делал DimaTorzok